Я не могу сказать, что я буддист. Я прошел очень хорошую буддийскую школу, но время диктует какие-то новые формы и как человек интуитивно заряженный и опирающийся больше на интуитивное чувствование процессов и возможность слышать процессы, которые происходят в обществе. Я понимаю, что эти мощнейшие, благороднейшие, высочайшего уровня концепты религиозные, они в данный момент не работают, но получив опыт из этого и трансформировав многие практики и философию, психологию из этих течений, я могу, наверное, сказать, что я адепт философии игры, адепт религии игры. И так возникает какое-то новое видение, которое я ни в коем случае не навязываю и ни в коем случае не хочу закрепощать в каких-то названиях. То есть я человек играющий, homo ludens, человек, который воодушевляется игрой, который видит реальность в игровых категориях и апеллирует к определенным словам, которые пробуждают некие эмоции и убедительность в этом контексте. Вот. А если касаться буддизма, то я ни в коем случае не хочу позиционировать себя как буддийского мастера и так далее. Но в то же время я склоняюсь в поклонах перед мастерами, с которыми у меня было великое счастье работать. И у людей, которым интересно это течение, я хочу отослать к мастерам. И чтобы они получали информацию именно из уст и рук людей, которые владеют этой системой досконально. Они выросли в ней, они реализовали ее собой. И в буддизме там ведь не только дело в информации, там дело и в благословении, и в передаче, в прямой передаче энергии, и в очень мощных базовых практиках. То есть под надзором учителя происходит целый мощный процесс перепрограммирования. То есть запускается вирус определенный, который проедает ходы, в какой-то момент обрушивает старую систему ценностей, и постепенно, очень медленно выращивается новое видение вещей. То есть это глубочайшие системы, которые перепрограммировают сознание тотально. И человек выходит, то есть апгрейд происходит своеобразный, то есть переключение на новый процессор, процессор нового уровня. С помощью своей буддийской эпопеи я перепрограммировал свое сознание. Я думаю, что это так. Буддизм появился в моей жизни в кризисный момент. Я вдруг увидел человека, который светится изнутри, метафорически, конечно же, говоря. И он взял мои руки в свои руки, я увидел много света. Он транслировал такую непоколебимую ясность и бесстрашие, что мне захотелось примерить его модели восприятия реальности. А все буддийские практики, особенно высочайшего уровня, алмазного пути, махамудры и так далее, они связаны с тем, что ты просто накидываешь на себя ламу учителя, который превосходит твои возможности восприятия и функционирования в реальности во много раз. То есть лама просто дает рубашку на 10 размеров больше. И ты ее накидываешь изо дня в день, видишь мир как он, ешь как он, обнимаешь людей как он, говоришь как он и так далее. И с годами происходит это слияние моих внутренних задатков и вот этих самоосвобождающихся знаний. То есть таким образом мозг препарируется и в него загружаются новые программы восприятия. А дальше возникли уже вот эти тенденции, когда очень хотелось делиться этим, но мир выставлял дистанцию к экзотичности этих знаний и пошли процессы, которые трансформировали эти знания на более доступный игривый язык. И так смешалась моя профессия и мои знания в актерской профессии и опыт и так далее. И стал выплавляться вот этот вот контекст игры, который люди воспринимали гораздо легче. Европейского склада и так далее. У многих как бы свои игры. И вот это вот название «игра» и то, что оказывается мир соткан из игровых моделей, очень стал понятен людям, особенно молодому поколению, которые прошли через эту компьютерную атаку, интерактив, возможность выбирать себя, заказывать свои ролевые функции и играть, и эмоционально включаться. Современные детки, они сотканы из игры. Для них понятие «игра» — это самое продвинутое и легкое для усвоения понятие. Все должно происходить в игре. Детский садик, школа, институты — это игровые модели, это самые легкие воодушевляющие модели. И как только ситуация жизни или обучения, или какой-то передачи информации становится жесткой, она отрицает саму себя, она транслирует смертоносные качества, а игра — она транслирует животворные качества. И поэтому этот язык как бы стал сканироваться обществом и цитироваться. И я сам не понимаю, как вот мое личное желание разобраться просто в природе игры, которой я озаботился, вдруг стало каким-то таким востребованным общественным достоянием. Редактор субтитров А.Семкин